Друзья, сегодня мы получили, Украина получила нового президента Украины, Владимира Александровича Зеленского. Инаугурационная речь мне его понравилась, не потому что она была самая умная или самая содержательная, а потому что эта речь, месседжи, которые в ней были, они отвечают, полностью отвечают сегодняшним запросам украинского общества, украинского народа, тем его желаниям, которые для него самые главные сегодня. И пока Зеленский очень тонко и четко это чувствует и ловит эти настроения. Главный запрос украинского народа сегодня это запрос на правду, потому что нам очень надоело, что нас обманывают. Нам надоело, что те, кого мы по сути нанимаем как менеджеров, тут же становятся небожителями, когда заходят в свои высокие кабинеты. Нам надоело, что нам за эти пять лет последние, как минимум, пытаются подсунуть какашку в обертке Рошен и сказать, что там конфета, а не какашка. Поэтому, если Владимир Зеленский действительно хочет войти в историю, если он хочет, чтобы его именем называли украинские улицы, то ему важно не повторить самые главные ошибки Петра Порошенко, своего предшественника. Давайте рассмотрим пять самых основных ошибок Порошенко, которые не должен повторить Владимир Зеленский. Ошибка номер один. Нельзя стравливать народ друг с другом. Нельзя искусственно делать из украинцев врагов друг к другу, нажимая, опять же, специально нажимая на больные темы, манипулируя этим. Потому что у нас сегодня есть один большой главный враг, этот внешний враг Россия, которая развязала войну, которая на Донбассе, которая отобрала Крым. И в такой ситуации это просто непозволительно. Слава Богу, что народ Украины оказался мудрее. И несмотря на то, что командой предыдущего президента были потрачены огромные и деньги, и огромные человеческие ресурсы для того, чтобы эту пропагандистскую машину ненависти украинцев друг к другу раскрутить и разжечь, народ Украины разобрался, он оказался мудрее. И он это показал на выборах, отдав 73% своих голосов Владимиру Зеленскому. Ошибка номер два. Воровать у народа нельзя. А воровать на крови своего народа – это просто невозможная история для нормального человека, которого воспитали мама и папа, а не степные шакалы. Вы знаете, эта власть, которая фактически пришла на крови своих сограждан, она не просто продолжила схемы, которые достались от предыдущей власти Януковича и его команды, а она их модифицировала, она их усовременила, сделала доход от них еще более эффективным. Поэтому история, когда за пять лет народ Украины стал в разы беднее, нищих стало намного больше, а власть Украины стала в несколько раз богаче, и долларовых миллионеров и миллиардеров взрастила не одного, а нескольких, эта история неправильная. И такую власть нужно менять. Номер три. Украине нужен мир. И здесь очень важное замечание. Мир – это не синоним капитуляции, как все это время нам пытался вдолбить Петр Порошенко. Если будет политическая воля, если будет желание, если президента и его команду не будут связывать с Россией никакие личные или бизнес-связи, то я уверена, что новый президент Украины сможет добиться остановки кровопролития, не сдав при этом национальных интересов Украины. Ошибка номер четыре. Вы помните фразу «Каких тебе, блядь, реформ еще не хватает?» А ведь эта фраза, по крайней мере, лично для меня, она стала таким себе девизом президентства Порошенко. Потому что она – это концентрация всего того цинизма и двуликости, которой пользовался Петр Порошенко. Потому что в быту русскоговорящий человек, он в быту русскоговорящий человек, сознательно взял курс на травлю русскоязычных своих сограждан, русскоязычных украинцев, несмотря на то, какие у них заслуги, боюют ли они на фронте, также защищая Украину, как и украиноязычные украинцы. А все потому, что все было ради выборов, все было ради пиара, ради народа – ничего. Поэтому Владимиру Зеленскому очень важно проводить реформы, а не имитировать их. Как в свое время сказал Петр Порошенко, я сейчас его снова процитирую, тогда он еще не был президентом, он сказал, что если есть желание, реформы в Украине можно провести за год. Будем ему верить, ведь Петр Алексеевич знает в этом толк. Ошибка номер пять. Назначать на должности нужно профессионалов, а не вассалов, не тех, кто подчиняется, и не тех, кто рядом с тобой. Потому что страной, потому что государством должны заниматься патриоты и профессионалы, а не лизожопные друзья. Как только на самых высоких должностях в Украине окажутся такие люди, у нас все будет хорошо. И у нас с вами тоже.